Мы привлекли достаточно серьезные средства на, например, реконструкцию школ в республике Башкортостан и обделывались по полной программе. Сейчас как бы решается вопрос, что же с этим делать, как быть, как выкручиваться, как отчитываться и каким образом объяснять федералам, что деньги, по сути, не освоены в срок. Это очень интересно на самом деле. Когда говорят, что нет денег, в общем, более-менее понятно, хотя тоже не всегда. В данном случае есть деньги. Ну, что не так? Почему нет возможности их освоить в хорошем смысле этого слова? Ну, если угодно, мы можем поговорить про ситуацию со школами. То есть как это произошло и что теперь с этим делать. Я предыдущую неделю посвятил подробному анализу этой ситуации, консультировался с чиновниками и строительной сферы. И, ну, Минобор, правда, на самом деле ничего не смог сказать на эту тему, ну, потому что им нечего сказать. Здесь складывается очень странная ситуация. То есть вот если брать конкретно, например, школу, конкретную школу, в которой вот сейчас вот проблема с сроками сдачи. То есть 1 сентября уже буквально послезавтра, и у нас школа не откроется. Во-первых, странным образом формировалась конкурсная и проектная документация. Конкретную школу в Старом Сибае, например, которая звучала. В том числе. Нет, дело в том, что это типовая ситуация по всем 63, как выясняется, проблемным социальным объектам, которые вот попали в эту зону риска. То есть их не 24, их 63, как выяснилось теперь. Разной степени, значит, недостроенность. Так вот, схема простая. Вернее, ну, схемой мы это назовем чуть позже, когда будем искать виноватых. Сейчас пока ситуация. Значит, проектирование. Проектирование было сделано из рук вон плохо. В том числе до того доходило, что в проектах, например, были утеряны целые этажи. Казалось бы, ну, типовая же история. Что там проектировать? Соответственно, вот. Вот здесь напоролись именно на историю с типовым проектом. Потому что, судя по всему, как я предполагаю, как предполагают чиновники из, значит, правительства республики, проектировщики даже не выезжали на место в ряде случаев. Они не понимали, о чем идет речь, значит, как конкретно привязан объект к местности и так далее. Вплоть до того, что отсутствовали этажи в проектах, которые впоследствии должны были возводиться, некоторые сметные расчеты были сделаны с ошибкой в два и более раза. Ну, то есть, делаем простой вывод, что построить за те деньги, которые были заложены в эти проекты, просто невозможно. Ну, если в меньшую сторону. Почему подрядчики взялись за это дело, для меня большая загадка. Потому что в основной массе свои подрядчики, ну, те, кто непосредственно строит, это люди вполне себе реалистичные, они смотрят документы, понимают, что сколько стоит, и, в общем-то, рассчитывают излечь из этого какую-то прибыль. Да, видите? Видимо, нас рассчитывали на то, что потом договоримся, обговорим, изменим сметный расчет, там, каким-то образом получим еще деньги. Не получилось. Второй дефект в этой ситуации – участие, значит, муниципалитетов. Квалификация муниципалитетов настолько низка в этом плане, что они не в состоянии были оценить ситуацию, как бы, адекватно. В итоге мы имеем то, что имеем. То есть, сметные расчеты были неверными, дофинансирования получено не было, при том, что федеральное правительство, понимая, что цены на строительные материалы увеличились, было готово дофинансировать, но для этого нужно было представить вот эти расчеты. Они не были представлены в ряде случаев. То есть, ну, тут смесь непрофессионализма муниципальных чиновников, непрофессионализма чиновников Минобра, которые в конечном итоге должны были контролировать. Сейчас Хажин всеми силами открещивается. Я здесь ни при чем. Это не я, это все главы районов. Ну, дорогой, это же школы твои. У тебя заложена функция контроля. Где-нибудь на ранних этапах, на подлете, в мае, нужно было понять, что у вас что-то идет не так. В июне, в начале июля. Почему за неделю до 1 сентября Хажин начинает хлопать крыльями и говорить, что я здесь ни при чем? То есть, его главная сейчас задача доказать, что он здесь ни при чем. На самом деле, у него этого не получится. То есть, он точно ответственное лицо, которое должно отвечать за сложившуюся ситуацию. Как профильное министерство. Кстати, школа в Инорсе относится к этому списку, про которую Азат Бадаранов говорил, что виной всему санкции Запада. Ну, понятное дело, британцы прокрались в Минфин, в Республике Башкортостан, ночью. Попилили бюджет прямо там. И скрылись. Ми-6 или там, я не знаю, там, Королевская гвардия. Кто участвовал, до сих пор неизвестно. Но, видимо, какая-то диверсионно-разведовательная группа распилила башкирский бюджет и исчезла, растворившись на очи. Конечно, Бадаранову нужно верить на все 100%. Он абсолютно прав. То есть, он нам объяснил, почему школу в Инорсе не достроили. Там ситуация несколько иная, но она тоже близка к этой ситуации, на самом деле. То есть, мы говорим сейчас про школы по капремонту. В Инорсе школа строится. То есть, там немножко другая ситуация. Но там тоже целый комплекс вот этих проблем. Одни не умеют, другие не хотят. Третьи забыли, четвертые сейчас доказывают, что они ни при чем. То есть, это лебедь, рак и щука. Значит ли это, что если все так, как вы говорите, то это, в общем, свидетельствует о очень серьезных недоработках, как минимум, Министерства образования. И это должно влечь за собой определенные организационные решения. Безусловно. Это говорит о профессиональной непригодности, в первую очередь, министра Хажина. То есть, здесь, вот в этих ведомствах сейчас, особенно, как в армии, если подчиненные не справились с задачей, за все отвечает начальник. Ну, перед вышестоящим начальством. И тут мы, конечно, с замиранием сердца ожидаем исполнения обещаний Радия Фаридовича о том, что если 1 сентября школа в Старом Сибея не будет сдана, то он уволит двух министров. Это Егора Родина, которого мы сегодня поздравляем с днем рождения, и Эблата Хажина, который заработал точно на это увольнение. Это 100%. Вот. Посмотрим. Ну, Радий Фаридович, он же, как сказать, пацан сказал, пацан сделал. Ну, а как же в этой цепочке, я не знаю, роль того же Андрея Назарова? Все-таки он как-никак по иерархии идет следующим после министров. То есть, он премьер-министр как-то идет? Ну, безусловно, конечно, Андрей Геннадьевич не досмотрел за своими подчиненными. Это очевидно. То есть, и я считаю, что он должен поддержать идею увольнения этих обоих министров. Ну, как минимум, чтобы обезопасить себя от коллективной ответственности, и как максимум, чтобы преподнести урок остальным балбесам, которые занимаются примерно тем же. Спасибо. Спасибо. Спасибо.